Лентрада Лентрада Люди сюда приходят попробовать что-то новое, ощутить себя не так, как мы каждый день себя чувствуем, а немножечко в другом образе, немножко пустить в свою душу сказки и почувствовать, пожить каким-то персонажем, либо историческим, либо вымышленным. Я на этом балу присутствую как алхимик, известный ученый того времени, также шарлатан, можно сказать. Я представляю Андрея Палеолога, наследника византийского трона, деспота Мореи, которого пригласили на бал Рождества в дом Боржия. Меня зовут Джулия Форнезе. Здесь будет прекрасное действо, будет бал, приглашает сам Александр VI и я, как его любовница, рядом с ним буду танцевать. Во-первых, это красиво. Исторические танцы, костюмы, отличающиеся от того, что мы видим ежедневно. Реверансы, танцы, игры. Я пришел сюда, Паша. Было интересно посмотреть, что здесь будет. Костюм выбрал сам, интересно. Колишние платья, они, я досыть, не знаю, роскошными, мабуть. И, взагалі, це наче каска. Так же интересны не только танцы, не только действия, которые происходят, но и так же представление ядра театра. Естественно, это все-таки мероприятие более элитарного свойства. И к нему склонны люди, которые занимаются историей, которые занимаются искусством. Которые получают удовольствие немного от других вещей, чем те, которые нас окружают в повседневной жизни. Ну, это шанс подарить себе, наверное, окружающим такой маленький кусочек сказки. Вот почувствовать себя не собой, пожить в другой эпохе, это очень здорово. Обязательно приходите, здесь весело, здесь интересно. Вообще, классно. Классно.